Всем совсем недоброе утро у нас. Нет ни света, ничего, ни воды. Идем искать хоть что-нибудь в плане какого-то кофе. Может, где-то на какой-то стороне уже включили свет. Проснулись мы от взрывов, попали туда, куда не надо. И, понятное дело, что вырубилось все. Попадают не только в инфраструктуру, а еще и, конечно же, жилые дома до сих пор там разгребают в центре Киева. Ищут людей под завалами. Кирпичный дом сложился быстро, потому что старые постройки, как старый Киев, в плане исторических домов именно он такой был. Это хорошо, что я налила бутыль воды, потому что, как вы понимаете, с унитазом тоже проблемы. Вот у нас большой, сколько там, 10 литров, да, бутыль или больше, 20? 20, 20, да. Вот обычной воды. То есть даже холодной нет. Огромная ошибка. Юра забыл положить, он малого укладывал в кляску, соску. Сейчас пошел за соской. А мы планировали еще ехать в... точнее даже пройтись у нас тут можно в поликлинику. Сейчас, не знаю, буду пытаться как-то звонить, потому что связи даже интернета нет толком. Не знаю, не буду там влоги загружать. Самое интересное, что это день, когда мы планировали ехать в СНАП, ну, в эти разные инстанции для того, чтобы сделать паспорт. И Владику это все отменяется, понятное дело, что никто сегодня уже никуда не поедет. Будем какой-то другой день выбирать. Так оно, в принципе, всегда почему-то, знаете, паспорта, блин. День за днем оно тупо как-то все... Я не знаю, все невозможно сделать, поехать. Я в шоке. Мы нашли, мы пили ужасный кофе. Сейчас идем в поликлинику, если работает, мы зайдем, малого проверим. А так топаем, просто прогуливаемся. Все люди вышли на улицу, все такие дружные, матюкаются. Я разобрал с розеткой. Розетка работает. Вот такие вот баллоны с газом. Вот, как раз под нас тут. Помните, показывала ранее во влогах специальная штука? Ну вот, на всякий случай два баллончика есть. На дня два, может, хватит. Ну, чисто что-то подогреть, воду закипятить, в тебя термос неплохо. Зашла вот сюда, купила разных там каш, быстрого приготовления, супики, мивинка. На всякий случай, пусть будет уж так. У нас до сих пор нет света. Я маникюр сделала, подстригла ногти. Вы знаете, вот тем, что они творят сейчас, они нас не пугают. Вообще, люди не испуганы. Они нас больше злят. Слушайте, Владик на фоне такой шумни стал вообще. Конфеты, кстати, попробуйте. Вот эти конфеты в АТБ продаются. Вот эти обязательно попробуйте. Они такие вкусные. Обожаю. И еще вот такие. Я их давно, они были в другой упаковке, давно покупала. Еще любила очень сильно. Труфолье называется. Я когда работала, покупала себе с кофе, чаем пить тоже. Очень вкусные. А эти, они как шникерс. Сейчас я не буду откусывать, я вам так покажу. Тут нуга такая. Видите, очень классная. У нас до сих пор нет света. И наши дома, у нас в АСББ, наши дома всегда, ну, как бы последними включают, я так понимаю. Вот, зато мы... А, хотела вас спросить, предыдущий кадр. Объясните мне, пожалуйста, какого фига надо траву косить осенью? Там пыль стояла. Там, короче, получаются какие-то кусты, которые можно было просто сухие, руками сломать и все, на кучку собрать и все. Нет, они той леской пытаются как-то их... Короче, ну, да, у нас тут, несмотря на то, что с утра бомбили, несмотря на то, что проблемы, да, с электричеством и всем остальным, у нас, значит, асфальт ремонтируют возле дома, у нас стройка торгового центра идет, ну, не торгового центра, а новую строят. И у нас вот косят траву, как-то жизнь идет. Воды горячей нет толком, есть холодная под небольшим напором, электричества у нас нет. Но у нас зато есть газовая горелка, которую мы проверили, и она работает уже офигенно. Может, даже кипяточек сейчас себе сделаю в чашечке. И еще мы сходили все-таки в поликлинику и проверили малыша. Значит, у него легкие, чистые, горлышко уже нет красного, все хорошо. Хорошо, прививку можно было сегодня делать из-за того, что отключили свет также в поликлинике, вывозили вакцины, и завтра мне нужно будет в половину одиннадцатого позвонить, уточнить, завезли ли обратно, и можно ли прийти сделать. Вот такие дела. Будем делать пентоксин без гепатита B. Гепатит B будет уже третья вакцина в 6 месяцев. Вот такие вот дела, ребят. А мы вот Юра там как-то интернет натянул, смотрит новости на ютубе. Вот, а я ем конфеты, что сижу. Сейчас, наверное, под образ летик доплетать. Почему бы и нет? Такая вкусняшка. Вообще, они легкие. 150 гривен килограмм стоят. Очень вкусные. У меня есть конфеты, как нам включили свет. Поэтому пошла я в комнату. А, девочки спрашивали по поводу шампуня, какой я использую. Девчонки, сейчас покажу. Значит, гарнир. Но, смотрите, концерн L'Oréal не вышли с России, поэтому я не рекомендую покупать данные продукты, данные продукты этого бренда. Так же, как и La Roche-Posay. У меня просто выхода не было, потому что, ну, как бы малой мне дороже. И эта косметика на нем реально сработала. Вот. И еще хотела рассказать вам, чуть попозже расскажу, по поводу малого и его проблемы. Вот такой шампунь. У меня была оранжевая версия еще. Но она не такая хорошая, как эта. Поэтому мне зеленый больше понравился. Такой же там есть ополаскиватель. Это именно с яблочком. Экстракт яблока и витамин B3. Вот. Кто, ну, кто хочет, покупайте. У меня, в принципе, шампуня больше и нет. Все, позаканчивалось. У меня уже, типа, бутылочки, баночки и кремчики домазываю, уже выбрасываю. Я решила так, чтобы у меня, ну, мне просто много присылали раньше, понимаете. Я не успевала пользоваться. Сейчас, да, использую то, что пооткрывала. И в следующие разы уже, ну, если крем, то он будет один. По 50 гривен я не буду покупать. Вот. Потому что вообще кремом сейчас я как-то редко начала пользоваться. Раньше я его чаще наносила. Я себя заставляю не забывать каждое утро и вечером носить крем. И у меня сейчас, я не перестала тоналкой пользоваться, только консилер разношу кисточкой по лицу. И все. Мне так даже больше нравится. Вот такие вот дела, поэтому, в принципе, не так уж и нужно много косметики. Это я просто пробовала, тестировала. Много чего мне, конечно, подошло. А кое-что я даже не успела испробовать. Много чего подарила, поэтому, да. Каждая баночка, мусорник пустая. Это, знаете, очень такое большое облегчение. Я продолжаю плести браслет. Вот. И сделала себе вот этот суп. Роллтон. Попробую, если вкусный, возьму еще на прозапас. Пусть будут. Что-то там копошится. Проснулся, положила спать его. Он проснулся в темноте. Я забыла светильник включить. И он испугался, потому что ложила-то было светло. Открывает глаза темно. Начал плакать. Еле успокоила. Вот. Сейчас разговаривает. Уже по новостям, смотрю, официально уже сказали, куда попало. В принципе, могу тоже озвучить. В ТЭЦ. Куда, наверное, и целились. Дело в том, что мы просто от ТЭЦ совсем недалеко живем. Там пешком пройти можно. Кто помнит, мы на великах ездили. Очень близко. Вот такие вот дела. Но уже, как видите, все восстановили. У нас есть свет. Пока что пришел комментарий от Диана. Нижнее подчеркивание «Россия». Вы бы стыдились писать «Россия», серьезно. Это только идиоты такое пишут в никах своих. Другого придумать не могут. Что отопления нет. НАТО нам не пригнало отопление. Дура, блин. У нас еще посезонно не включили отопление. Поэтому не переживай. Только конченые люди могут тащиться от того, что происходит сейчас вообще в это время в мире. И просто без мозгов люди могут от этого тащиться. Они же не позорились, серьезно. Чтобы там сильно жопу не рвить и не переживать. Мы переживем и без отопления, если нужно будет. И без воды, и без света. Зато мы людьми останемся. А тот, кто первый начал, тот всегда виноват. Вот такие вот дела. Я рассказывала в Инстаграме часть, как мне угрожали мои родственнички. Ну, как бы часть моих родственников, наверное, да. Мне бы хотелось снять. Потому что, наверное, если я не сниму, я же пообещала. Я подумала, что я зассала. На самом деле нет. Просто нет времени на это все. Интересно, такая переписка произошла. Почему бы не повеселить вас? Как раз тема для видео есть, понимаете. А что такое? Имею полное право. Мой канал. Что хочу, то и снимаю. Согласны? Согласны. Поэтому очень даже интересно получится. Да, ребята. Я, конечно, в шоке от того, что происходит. До сих пор такое интересное ощущение. Все как во сне. Вообще, все как во сне. И такое ощущение, что прошлой жизни просто нет. Ее стерты. И все. Все начинается заново. Так, у меня там Владик уже, как видите, все. Это он не орет. Это он тупо целый день так разговаривает. Он как-то, не знаю, пробует свой голос. Он засовывает в рот разные предметы. И произносит разные звуки. Они по-разному звучат. Из-за того, что во рту предметы. Короче. Вот. Поэтому так интересно получается. Нужно ему внимание. Пошли мы делать зарядки. Заниматься по переворачиванию. Для животика массажик тоже сделаю. На сон. Кстати, скоро он будет уже спать. Сегодня буль-буль мы пропускаем. И сделаем завтра. Ну, а я, как обычно, хочу попросить вас поставить лайк этому видео. Потому что в прошлом вы поставили видео. Реально многим показалось. Это большая поддержка мне. В первую очередь. Иду к моему каналу. Там Юра с ним развлекается. И завтра я тоже буду снимать видео. Буду себя как-то отвлекать. Сегодня я уже надеюсь, что браслет доплету. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Всем пока. До завтра.